Привет, я Егор и это Линд, где мы говорим о мертвом и мертвых, об истории. Наш сегодняшний герой родился где-то в Армении в конце 5 века и звали его Нарсесс. Просто Нарсесс. А поскольку Армения входила в состав империи Сассанидов, которая все время воевала с Византией, то неудивительно, что где-то в промежутке между 500 и 510 годом Нарсесс в качестве военнопленного оказался в Константинополе. Ну, можно сказать, что ему повезло. Неизвестно, был он евнухом до того или нет, но евнухом он был. И надо заметить, что тут ему в каком-то смысле тоже повезло. Кто вообще не мужчины? Дело в том, что в Византии при дворе существовал ряд должностей, которые могли занимать только евнухи. Ну, например, телохранители и всякие там приближенные к императору. Причиной тому служил горький опыт императоров Западной империи, у которых власть регулярно захватывали, ну там, главы гвардии, например. А евнуху власть захватывать бессмысленно. Кто ее, собственно, будет наследовать? Исчезни. А если учитывать, что после оскопления выживал только один мальчик из 70-ти, то можно предположить, что их здоровьем они обладали незаурядным. Что, кстати, хорошо видно на примере Нарсесса, да. В общем, в Константинополе начинается его путь из грязи в князи, и очень скоро он становится начальником отряда евнухов-телохранителей императора. Но истинный успех приходит к Нарсессу аж к 31-му году, когда его назначают не кем-нибудь там, а казначеем империи. Главным казначеем империи. Главным его имперским казначейшеством. В этом же году товарищ Велизарий проигрывает весьма важную битву с персами. И тогда Нарсесса посылают на переговоры в Армению, которая, собственно, как я уже говорил, была частью Персидской империи. Который, будучи армянином, просто уговаривает своих соплеменников перейти на сторону Восточной Римской империи. Дальше деяние Нарсесса становится все эпичней. Год спустя вспыхивает восстание Ника. Краткая суть которого заключалась в том, что обычная драка болельщиков на Ипподроме как-то внезапно перетекла в полноценный бунт, в результате которого чуть не спалили полк Константинополя. В частности, Собор Святой Софии, например. Ну там все несколько сложнее, ну ладно. Армии для подавления восстания в столице почти не было. И император Юстиниан, достойный отдельного выпуска, уже было собрался бежать из города. Но его прекрасная жена Феодора, достойная отдельного выпуска, остановила его на скаку. Пурпур власти. Есть лучший саван. Разгребать все послали того же Нарсесса. Он подкупил лидеров восстания. Запер тусовавшихся на Ипподроме бунтовщиков, которые там тусовались ни много ни мало для того, чтобы избрать собственного лидера страны. А затем минимумом лояльных военных сил вырезал на этом Ипподроме 35 тысяч человек. Это, ну где-то, Олимпийский спортивный бассейн крови. После этого Нарсесс, всех спасший... Спасший, ну как всех, ну как спасший... Окончательно стал фаворитом императорской четы. Кстати, единственным общим фаворитом для императора и императрицы. Ну, затем Нарсесс уже сам мог позволить себе сжигать города. Ну, например, 35-й год Александрия, восстание, пришлось спалить часть города. Затем Юстиниан начинает замечательный проект по восстановлению римских земель в Италии. Пусть ими занимаются наши великие стратегии. Нарсесса посылают туда, в королевство Остготов. Но там он никак не может договориться с Велизарием. Которому было просто западло работать с Евнухом как с равным. В результате их разногласий Велизарий с Нарсессом позволили Остготовам войти в Милан и вырезать там 300 тысяч человек. Это не один олимпийский бассейн крови. Впрочем, на карьере Нарсесса это никак не отразилось. Нарсесс вернулся в Константинополь и в ближайшие годы занимался в основном тем, что переманивал на сторону Византии всевозможных нападавших на нее варваров. И раскрывал заговоры. Особенно примечательна история с префектом Востока, вторым по могуществу человеком в империи, Иоанном Каппадокийским. Тот начал плести интриги, чтобы отстранить императрицу Феодору от правления. В ответ Феодора по совету Нарсесса послала к Иоанну некую барышню, которая уговорила того начать заговор непосредственно против самого Юстиниана. Когда приготовления к заговору были закончены, Нарсесс с бравыми представителями императорской стражи взял префекта с поличным. За императора. За это Нарсесса в 1938 году назначают препозитом священной опочивальни. Это такая должность самого главного управляющего в императорском дворце и приближенного к непосредственно императору. А учитывая, что этот дворец был величиной в пару квадратных километров и вообще являлся таким городом в городе, в котором тусил весь свет, в общем да, это успех. Ну а затем из важных событий в 1950 году Велизария отсылают из Италии и главным командующим назначается Нарсесс в свои 75 лет. А он, между прочим, в этом возрасте еще водил в бой солдат, а не отсиживался в палатке там на холме. Приказ императора звучал примерно следующим образом. Возьми из казны сколько тебе надо и собери на эти деньги армию. Если верить византийскому историку Прокопию, то 20 тысяч собранных Нарсессом представляли собой армию, не уступающую древнеримской. Дальше Нарсесс отправляется в Италию, по очереди в двух разных сражениях убивает двух остготских королей, захватывает Рим и начинает наводить порядок в Италии. Ибо остатки готов, даже без короля, призвали на помощь союзников франков и заодно засели и укрепились в некоторых городах и крепостях на территории Италии, откуда Нарсессу их приходилось всячески выкуривать. Иногда весьма изобретательно. Например, во время взятия города Лукка, Нарсесс приказал своим осаждающим войскам выстроить перед стенами уже пленных им луканцев и заодно приказал бить им по спинам. А луканцы, в общем, должны были падать и притворяться мертвыми. Приказ был выполнен, и когда обороняющиеся поверили во все это зрелище, Нарсесс предложил им спор, что он сумеет воскресить мертвых, если те сдадут ему город. Они договорились, Нарсесс хлопнул в ладоши, и мертвые, о чудо, восстали. Город был взят. Тут как-то не кстати в Италию подошли те самые франки в составе 50 тысяч человек против Нарсессовых 18. Он был не дурак, впустил их в Италию, подождал, пока эти 50 тысяч начнут действовать отдельно друг от друга, и в результате нескольких сражений и партизанской войны, по запискам историка Агафия, Нарсесс потерял 8 тысяч человек, а от франков осталось всего 5 человек. И те в итоге погибли от какого-то мора на севере страны. Потом он в течение 12 лет еще управлял этой Италией, вошедшей в состав Восточной Римской империи, пока не умер его покровитель, император Юстиниан. После чего Нарсесс забил на войну и политику, и переехал в свое поместье неподалеку от Неаполя. Где жил, не тужил, иногда разве что навещая римского папу. Скончался в итоге Нарсесс в 95 лет в собственном поместье, завещав растратить все его немаленькое состояние в целях благотворительности. Спонсор программы, официальное лицо золотого века Византии, Нарсесс. Подпишись, вступи в золотой век. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok